Волгоград 1 Волгоград 1 Волгоград 1 Волгоград 1 Волгоград 1 Совсем нас запутали, Жень, что это такое будет? Трасса или что это? Правда или неправда? Ну, известное заявление депутата Государственной Думы Москвичева о том, что будет проложена трасса. Да, она немножко, конечно, удивила всех, потому что такой проект он, в общем-то, за один день или за короткий промежуток времени не делается. Обычно это, в общем-то, планы сверстываются очень давно. И когда он прозвучал, то было, в общем-то, удивительно. Это Московичев анонсировал эту информацию, да? Да, на парламентском части, в общем-то, первое, в общем-то, было, ну, как бы для Волгоградской аудитории, может быть, оно где-то еще раньше звучало, но для Волгоградской области впервые прозвучало вот в тот день, который ты говоришь, 26 февраля. Да, и, в общем-то, этот проект, анонсированный проект, да, он, в общем-то, ну, как бы, с одной стороны, удивил, с другой стороны, порадовал, что там такая, в общем-то, такой глобальный проект, такая глобальная автомагистраль. Через три государства, через четыре государства, в общем-то, это серьезный проект, ну, с одной стороны, это все порадовали, с другой стороны, удивились, что об этом не знали раньше. И когда там прозвучала не опровергающая, а уточняющая информация, что он все-таки пройдет в 80 километрах от Волгограда, от границы Волгоградской области, то, в общем-то, стало все понятно, почему, в общем-то, мы не знаем. Ну, это сам Москвичев и сказал, что на территории Саратовской области пройдет эта дорога. Нет, он не уточнял, поэтому все, так как заявление было сделано в Волгограде, в общем-то, для Волгоградской аудитории, все сочли, что депутат наш, в общем-то, который представляет Волгоградскую область в Государственной Думе, то есть, в общем-то, все сочли это таким вот, в общем-то, благим анонсом для региона. То есть, почувствовали мы себя причастными вот к новому шелковому пути, а это вот, оказывается, не как? На самом деле, это, в общем-то, ничего не меняет, потому что 80 километров – это не такое большое расстояние, чтобы там как-то переживать, что она где-то, это не где-то там в Казахстане или там еще в каких-то, на дальних рубежах, это тоже рядом. Я думаю, сейчас самое время подумать о том, как бы сделать к этой автомагистрали какую-то примыкающую дорогу, чтобы там те китайские товарищи, которые едут туда, и правильный указатель, там, город Сталина, там, и так далее, которого они очень уважают, любят. И, в общем, я думаю, не против побывать даже не со своими вот там грузоперевозками, а просто как туризм. Я думаю, можно было бы рассчитывать на этот трафик, что вот он будет примыкать. Да, это было бы здорово, безусловно, это, как бы, действительно развитие Волгоградского региона, но не будем говорить уже о том, чего не будет у нас, но я предлагаю обсудить то, что будет точно. Ну, а она все равно же на территории уже не Волгоградского региона, а вот я предлагаю перейти плавно к объездной дороге. Не на территории другого государства. Объездная дорога у нас будет точно, и работы по ней уже начнутся во втором полугодии текущего года. Андрей Николаевич, ну вот. Ну, я думаю, что скорбеть по поводу того, что дорога Китая-Германия пройдет мимо Волгоградской области не стоит. Меньше у нас китайцев будет, я думаю, спокойнее будет в области. Думаю, китайцев нам и так хватает в качестве людей, которые выращивают здесь сомнительные помидоры, томаты. Ну, китайцы разные. Ну, вот лучше все, пусть китайцы едут дальше в Германию, я думаю, что мы от этого не сильно проиграем. Но в Германии там им не позволят выращивать то, что они выращивают у нас. Это уже будет проблема китайцев и немцев, да, я думаю, что от того, что эта трасса пройдет мимо, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что Волгоград от этого немного потеряет, равно как немного приобретут и с нашей соседей. Проблема в том, что вот с объездной дорогой, да, вот эта история гораздо более интересная. Потому что объездная дорога, она необходима Волгограду на самом деле давно и серьезно. Потому что и проблемы с дорожным полотном, и постоянный этот южный транзит, который идет из республики Дагестан в Москву и перекрывает практически иногда совсем, парализует дорожное движение в Волгограде. Это, конечно, серьезная проблема, с которой нужно было ее как-то решать. И вот запуск объездной дороги этому поможет. Плюс второй важный момент, который связан, насколько я могу судить, с оценками московских экспертов в части объездной дороги Волгограда, она будет вписана в международный транспортный коридор север-юг. Это гораздо более интересная, ну, скажем так, деликатно, не менее интересная тема, чем вот этот автобан из Пекина в Берлин. Кстати, частный автобан. Да, да. И вот этот коридор гораздо более интересен для Волгограда с точки зрения звена вот в этой цепи международных перевозок. Потому что Волгоград свое возьмет, никуда он в силу своего естественного географического положения не денется от того, чтобы поучаствовать в различных международных транзитных схемах. Но для, опять же, я думаю, что для самих волгоградцев, для большинства наших земляков это тоже достаточно отличенная тема. Объездная дорога тем неотвлеченная, потому что с проблемами в транспортных перевозах сталкивается каждый из нас или почти каждый из нас, который перемещается по городу и вынужден стоять в пробках и так далее. Поэтому я думаю, что объездная дорога, это, безусловно, важный будет веха в истории Волгограда. И на самом деле события перемешать нельзя. Я думаю, что если это наконец-то произойдет, это будет большим счастьем для города. Эту дорогу ждали 30 лет, и вот как разработчики заявляют, это будет четырехполосная скоростная бетонная трасса, полностью освещена где-то более 70 километров, если не ошибаюсь. Виталь, вообще в последнее время у нас транспортным развязкам, транспортной сфере уделяется очень много внимания. Вот помимо объездной дороги планируется, что будут достраиваться третья, четвертая пусковые комплексы мостового перехода через Волгу, электролесовская будет продолжена. В общем, город как-то приобретает... Раскрывается. Раскрывается. Раскрывается, да. Вот очень хочется, чтобы он все-таки не в длину рос, а в шире. И эти перспективы, в общем-то, они могут стать явью, если и транспортная дорога эта объездная. Виталь, вот беспрецедентные суммы сейчас вливаются в транспортную сферу. Вот на твой взгляд, что это даст Волгограду? Может он превратится в логистический какой-то центр крупный транспортный? Наверное, стоит на это надеяться, поскольку, как правило, Андрей Николаевич заметил... То есть, и сама природа об этом позаботилась, да, то есть, соединение рядом Волги и Дона. И поэтому здесь, насколько мне известно, будут проходить не только автомобильные дороги, но и водные новые артерии. Ну, я имею в том, канал и так далее. Все, да, в комплексе. Это как раз, это вот новые трансевразийские пути транспорта международные, да, соединения Индии с Европой, соединения Китая с Европой. Они конкурирующие, но так или иначе Россия и Волгоградская область, как, собственно, соседние регионы, да, Астрахани и Калмыкия, тоже в них участвуют. Нам всем повезло в Нижней Волге в этом плане. Ну да, еще предполагается реконструкция трассы Каспии, Р-22. Так что у нас вот такой вот коридор транспортный, да, образуется. Ну, попытаемся, сначала попытаемся им на область заработать с этих дорог, да, но потом на их эксплуатации и на придорожной инфраструктуре. Но главное, чтобы, как в случае с стадионом Центральным, да, деньги не ушли, я имею в виду, мимо местных жителей в плане рабочих мест. Все мы помним историю, да, когда основная масса рабочих на этом объекте, крупным очень, да, это были даже не приезжие, а привозимые товарищи из наших соседних республик, я имею в виду, Центральной Азии. Главное, что дорогу потом они не увезут, так что поэтому это не страшно. Да, Александр Леонидович. Коллеги, по-моему, мы здесь занимаемся прожектерством и сплошными фантазиями. Но это не мы занимаемся. Ну, Москва традиционно сильна в этом виде спорта. Александр Леонидович, традиционный разоблачитель прожектеров из Москвы. Нет, нет, русские мечтатели не могут реконструировать трассу Каспи, об этом говорится уже не первый год, а взялись строить автобан из Пекина в Берлин. Это частный проект, наши прожектеры не имеют отношения, это китайские прожектеры, Александр Леонидович. Они были бы даже против. Тут это другая история. Я хотел бы видеть усилия китайских прожектеров на строительстве высокоскоростной трассы Москва-Казань. Ну, когда ты будешь председать президентом КНР, Александр Леонидович. Нет, так это было обещано. Так это было обещано уже пять лет назад. Китайскими товарищами? Да, да, да. Нас обманули еще и китайцы. Ничего этого нет, увы. Не только обманывает нас родное правительство, но и китайцы нас обманывают. Ничего этого нет, увы. Никому верить нельзя. Нет, никому, даже китайцы. Что касается коллеги объездной дороги, так по-моему мы заболтали вопрос окончательно. Я бы очень хотел, чтобы мы на этих передачах обсуждали не планы, а ход работ. А там пока работы не начались. Ну как-то как. Не начались. Прямо с этой программы двинемся дружно на въездную дорогу, начнем там работать. Далее, коллеги. У нас в городе... Все работы начинаются с проектов. Евгений Николаевич, мы проектируем уже не первые десяток лет. Наконец, у нас есть в городе, о чем было сказано, масса незавершенных проектов. Продление Электролесовской до Кировского района. Это единственное место в городе, где у нас нет дороги дублера. Так хотим уже тоже... Дублера, понимаете. Ну вот и нулевую дорогу все-таки все ругают-ругают, но ее собираются тоже продлевать до Кировского. Ну так вот, у нас есть единственное место в городе, где у нас у Продольной нет дублера. Это вот коридор между Советским и Кировским районами. Если что-то случится на этой трассе, южная часть города будет отрезана. Профессор, насколько мне известно, в прошлом году... Поэтому этим всем надо заниматься. Перевода земли. Не просто говорить о прожектах, а заниматься. А теперь давайте подумаем вот о чем, уважаемые коллеги. Мы тут говорили о грандиозном рывке российской экономики вперед. Да? Но все серьезные наблюдатели говорят, что при нынешнем правительстве рывка не будет. Сегодня мы об этом не говорили. Нет, нет. Мы про Волгоградскую рыбу вперед говорили. Ну хорошо, про Волгоград – это же самая история. Все это очень мило, все это хорошо. Хотел бы я, чтобы это кто-то начал делать. Вот когда буду делать, тогда поговорим. Александр Ильич, ну вы тоже говорите про планы, это тоже все продолжение электролесовской планов. В общем, то же самое прожектерство, только вид сбоку. Понимаете, да нет, да нет. О чем вы говорите, Евгений Николаевич? Нас о проектировании объездной дороги мы уже говорим в интернете 5-7 лет. Уже висят генпланы. Нет. Уже развязки. Вы не говорите. А проектные работы начались год назад сегодня. Коллеги, ну вы знаете, хотел еще отметить, что вот депутат Государственной Думы Евгений Москвичев, депутат он от Брянской области, но вот он очень любит Волгоградскую область нашу, он еще говорил про большие вливания в трамвайные 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 Волгоград выбран среди один из четырех городов, где будут модернизированы и направлены большие средства на развитие скоростного трамвая. Уникального, кстати, в России. Больше такого проекта, по-моему, нет. Ну, вот там какие-то баснословные деньги направляются, по-моему, в районе полумиллиарда рублей. Ну, вот у нас проект лежит, продолжение третьей очереди скоростного трамвая до университета, который стоит 20 миллиардов рублей. Не лучше ли туда направить средства и все-таки туда продлить? Сколько живу в Волгограде последние 20 лет, только и слышу о том, что в университете будет скоростной трамвай. Ну, вот теперь, может быть, будет он. Тема, мне кажется, городского трамвая, вообще трамвая, вот того сообщения, которое существует в городе, связано там не с бензином, не с топливом, не с газом, электрический транспорт, электротранспорт. То есть трамвай и троллейбусы, это, конечно, важная вещь. Трамвай и троллейбусы – это важная вещь сегодня для нашего города, и сохранить это очень важно, потому что, насколько я знаю, существует такая очень серьезная лоббистская борьба между разными, скажем так, крупными группами интересов, в том числе и Волгоградской области, которые заинтересованы в ликвидации трамваев и троллейбусов. Ну, москвичок-то предлагает государственное частное партнерство. Причем эти группы существуют не только в нашем городе, борьба идет на уровне, на российском уровне, на федеральном уровне. То есть, скажем, люди связаны с «Газпромом», со структурами, которые занимаются обеспечением транспорта, работающего на газе, они очень заинтересованы в ликвидации во всех крупных городах России трамваев и троллейбусов, чтобы все переходили на другой вид топлива. Это понять можно. Чтобы конкуренция не была. Люди на этом зарабатывают. Но это, секунду, да. Но есть, на самом деле, другие лоббисты, как выясняется теперь, которые пытаются защитить, скажем так, городской электротранспорт и сохранить его. Уже защищают. И сохранить. Ну, пока мы посмотрим, да, насколько они хотят. Тут я в данном случае присоединюсь к Александру Леонидовичу в части скепсиса, да. То есть, мы должны посмотреть, очень важно, что такие люди появились, и такие группы интересов тоже сегодня в городе работают, и не только в Волгограде. Потому что, понятное дело, что газ – это все прекрасно. И транспорт, работающий на газе, это все великолепно. Но вот все-таки экологически чистый, самый в этом смысле безупречный с точки зрения экологии транспорт – это трамвай и троллейбус. Этого никто не отменял. И поэтому важно, что такого рода проекты в городе существуют. И главное, чтобы они реализовывались на самом деле. Потому что, конечно, все эти разговоры о переходе на газ, на альтернативные виды топлива – это все прекрасно. Но на самом деле есть традиционный, скажем так, пакет транспортной безопасности городской, который формирует как раз электротранспорт. Я думаю, что важно его защитить и на уровне нашего города, и в других городах тоже. Но в данном случае мы побеспокоимся о нашем Волгограде. Ну вот в Москве построили же это московское центральное кольцо, электропоезда пустили, ласточки. Ну все москвичи сейчас переходят и спокойно… Андрей Николаевич, вы сравниваете несравнимые вещи Москвы и регионы по уровню финансирования. Нет, я имею в виду, что такие проекты есть. Московское там правительство… Там плитка меняет каждый год в центре города. Да. Ну это как бы… Стерлась. Мы не про то говорим. На самом деле такой же был этот инфраструктурный проект, который напрашивался. О нем тоже говорили долго, реализовали, и сейчас он себя оправдывает. Коллеги, ну мы сейчас вот описали прямо вот город будущего, что и мосты у нас достроят, и, в общем, объездная дорога будет, и, может быть, частный трамвайный парк у нас будет. Зайдет маленькая ремарка. Перевод транспорта на частную собственность, он неизбежно приведет к росту цен, тарифов. Потому что нынешние тарифы, действующие в Волгограде на тот же трамвай, троллейбус, они очень сильно занижены на самом деле. Ну, для начала, наверное, надо конституционера найти на метроэлектротранс, желающих что-то… Значит, желающие уже есть. Есть? Конечно, просто так не будут озвучивать эту проблему. Александр Леонидович… В транспортной сфере я только добавлю, да. Вот здесь, мне кажется, боятся… Это две разные, мне кажется, темы все равно. Это тема одна. Главное, чтобы в городе не было монополистов в части ключевых для людей, для горожан сферок транспорта. Люди должны иметь право выбора, на чем они будут ездить. Наршрутные такси, троллейбусы, трамваи, автобусы на газе или не на газе, не без разницы. Когда есть возможность выбора, есть грамотно организованная транспортная схема в городе, тогда проблем с этим у горожан не будет. Частный это будет парк, не частный. У нас сегодня весь транспорт частный, потому что у нас, кроме трамваев и троллейбусов, все остальное частное давно уже. Поэтому дело не в этом, частное или не частное. Важно, чтобы… Конкуренция будет как раз сдержать. Конечно, да. По-другому все равно, если люди не будут… Они будут иметь возможность выбрать, на чем добираться, им не будет этой возможности выбора. Частник никогда не будет, конечно, работать. Тогда, конечно, все будет хорошо. Больше 15% в год нельзя повышать тарифы на транспорт. Вот новая тенденция в транспорте городском и общественном, это как раз электротранспорт. Это не только привычные проводные трамваи-троллейбусы, но это те же электробусы. И сейчас, например, лидером этого области является Санкт-Петербург. Они массово заменяют троллейбусы на электробусы. А у нас, по-моему, была тоже такая пилотная. Надо отдать должное нашему предприятию из Волжского, который сейчас одной из лидеров в этой отрасли. То есть она конкурирует на… Но электробусы слишком дорогие для… Но они окупают тебя в эксплуатации. Коллеги, предлагаю не углубляться в эту тему так прям сильно. Как вы смотрите на то, что столица Южного федерального округа из Ростова-на-Дону может переехать к нам в Волгоград все сильнее как-то? Педалируется, эмуссируется эта тема. Это возможно вообще в принципе? На мой взгляд, нет никаких оснований пока. В досыл тому, о чем мы говорили, по сравнению с другими городами России, если не возьмем Москву и Петербург, городской электротранспорт Волгограда находится в хорошем состоянии. И мы должны прямо сказать, иногда мы не ценим то, что делает для нас этот вид транспорта. Что касается цен, мне представляется, что все-таки это должна быть муниципальная монополия. И цены должны соразмеряться не с точки зрения определяции, не с точки зрения прибыльности. Городской общественный транспорт никогда и нигде не будет прибыльным, как пассажирские перевозки на железной дороге. Он должен быть дотационным, но эти цены должны учитывать уровень жизни населения и платежеспособный спрос. Сколько денег граждане готовы отдать за этот вид транспорта? Что же касается, скажем, всех возможных проектов, конечно, они сделают Волгоград более привлекательным, повысят его статус. Ну а перенос столицы Южного федерального округа, конечно, бы повысил статус Волгограда и дал бы городу динамизм. С точки зрения геополитической, мне представляется, это более удобно. Я напомню, что когда главы государства хотят порвать старые коррупционные связи, они обычно меняют столицу, переносят их. Чего стоит перенос столицы из Алматы в Астану, да? Вот давайте перенесем эту столицу из Ростова в Волгоград. Ростов ничего не проиграет ни в плане экономическом, ни в плане транспортных коммуникаций. А Волгоград многое приобретет. И удобство в управлении Южным федеральным округом от этого только выиграет. Да, я вот за. Я только добавлю, вот абсолютно поддерживаю Александру Леонидовичу в этом вопросе. Я считаю, что на самом деле, если мы вспомним историю вообще формирования федеральных округов, да, они возникли в 2000-2001 годах. То есть как раз, когда Россия вела Вторую Чеченскую войну. И вообще-то все эти федеральные округа были привязаны к военным округам. Особенно Южный федеральный округ. Он назывался, не был Южный федеральный, был Северокавказский, да, по-моему? Северокавказский. Он был привязан жестко к Северокавказскому округу, к военному, тогда воюющему. И почему столица округа была отнесена в Ростов? Потому что там находится штаб Северокавказского военного округа. Сейчас он тоже Южный военный округ называется. Штаб находится в Ростове. Поэтому, поскольку тогда Россия вела войну в Чечне, на Кавказе, естественно, было стремление логистику между военным компонентом и гражданским, окружным, их содержать в одном месте. Россия больше не ведет к части войн на Кавказе, и в этом смысле нет нужды привязывать окружное гражданское управление к дислокации военного округа. Поэтому было бы логично его, на самом деле, перенести оттуда, потому что, во-первых, Ростов и так перегружен, я считаю Александр Леонидович со мной согласится, да? Вот административными структурами военного округа и округ, по-моему, Росгвардии там находится, и теперь еще там и Южный федеральный округ. То есть, конечно, он перегружен. Разговоры о том, что надо часть, по крайней мере, структур Южного округа перенести, Федерального округа перенести в другие города, они давно идут. Мы помните, мы на наших программах уже пару лет назад обсуждали тему переноса в Краснодар, этих институтов и так далее. Сейчас появилась тема возможного переноса в Волгоград. Думаю, что в любом случае переносить нужно, потому что Ростов, скажем так, в этом нужды уже больше нет, содержать вместе гражданские военные компоненты окружной. Ну, наверное, имеет смысл, потому что Волгоград становится уже транспортным, логистическим узлом, да, как я раньше говорила. И у нас очень много зарубежных партнеров, в том числе вот с Ираном, тесные связи, которые, в общем-то, рассматриваются в масштабе страны. Но в Ахстахане и с Ираном больше связи. Александр Леонидович, ну вот Волгоградстат опубликовал цифры. За 2018 год средняя заработная плата волгоградцев составила 30 350 рублей. Это вот по сравнению с 2017 годом почти на 10%, но если быть точным-то на 8,8% больше. Так что мы стали богаче. Я думаю, что можно радоваться за Росстат. Они хорошо работают, хорошо считают. Беда только, что у населения другая система исчисления. Хорошо было спросить население, почувствовало ли оно рост заработной платы. А мы спрашивали, мы проводили опросы, мои коллеги на телеканале «Волгоград-1». Ну, не почувствовали. Может быть, мы, конечно, не там спрашивали, просто на улицах случайных прохожих останавливали. Нет, просто есть такой анекдот в завершении этой темы. Говорят, специалисты Росстата говорят, что народ стал, волгоградцы стали жить лучше. Да, а волгоградцы говорят, что они стали жить хуже. Нет, волгоградцы не специалисты. Специалисты считают, что стали жить лучше. Ну, и напоследок, вы знаете, не могу я просто не озвучить, на мой взгляд, очень интересную информацию. Это вот дочернее предприятие «Газпрома», оно направо в Сургуте находится, закупило ручек, 40 ручек, на, сейчас вот скажу, на почти полмиллиона рублей. 10 ручек шариковых, 10, которые пишут тушью, и 20 перьевых. И вот посчитали, опять же, средняя цифра каждой ручки, это 11 400 рублей. Вот, пенсионеры могут даже, или вот люди, которые получают 30 тысяч среднюю зарплату, могут заплатить за ЖКХ, за квартиру, и приобрести, ну, две ручки, например. Видите, Марина, когда-то Бандовша Сонька была золотой ручкой, теперь у нас «Газпром» золотая ручка. И не только, и не только, Александр Леонидович. Ну, вот мы на этом закончим, мы вам желаем всего доброго, счастья вам, удачи, берегите себя, и, конечно, смотрите телеканал «Букоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова